Такого результата у сборной Тюменской области по боксу не было давно. На первенстве Уральского федерального округа в Каменске-Уральском среди юношей 15-16 лет сибиряки завоевали 9 медалей. В общекомандном зачете заняли третье место. Перед первой тренировкой после возвращения домой поздравления и приятные бонусы от руководителя областной федерации. Чтобы перспективы Тюменского бокса продолжали двигаться по восходящей, необходимо остановить отток многообещающих спортсменов в другие регионы. У нас есть утечка кадров. Ребята показывают результат и хотят здесь, в Тюменской области остаться. Но, к сожалению, другие регионы, которые имеют такие возможности, их переменят. За год на подготовку даже одного боксера уровня региональной сборной требуются немалые средства. С экипировкой, с выездами, соревнованиями, то, наверное, около 200 тысяч. То есть, если парень усердно занимается, усердно готовит со сборами, соревнованиями, это около 200 тысяч, если даже не больше. Мы обязаны их удержать здесь. Но, конечно, у нас база нет. То есть, с учебой у них проблема. И с финансированием тоже плохо. Потому что, как правило, все эти средства, но большую часть, то есть, это из каких-то частных капиталов. Выход из сложившейся ситуации руководство региональной федерации бокса видит. Причем не только для себя, но и для представителей многих других видов спорта. Чтобы в Тюменской области был свой колледж-интернат Олимпийского резерва, где бы ребята заканчивали бы 9-й, 10-й, 11-й класс, получали средне-специальное образование и уже бы могли бы, как бы, возможно, поступить в ВУЗ. Иначе армия. Но только не подумайте, что отличившиеся в Каменске-Уральском ребята с вокзалом прямиком отправились в военкомат. Нас измеряли для костюмов, чтобы нам выдать и сборной. Ну, для тренировок, чтобы мы просто ходили, чтобы когда ездили куда-то, чтобы видно было, что там и сборная. Встречают по одежке, провожают по уму. А в данном случае еще и по уровню подготовки и морально-волевым качествам. Они у тюменцев оказались под стать событием. Самый сложный бой – это был выход в полуфинал. Против меня попался хороший боксер такой, с Ханты-Мансиско. Он был намного опытнее меня, намного быстрее, тактичнее. Характер помог мне выиграть. Благодаря работе на местах, работе личных тренеров, работе в команде, получился такой результат. Дай Бог, чтобы на этом не останавливались, а дальше продолжали свою деятельность. Несмотря на все коронавирусы, какие нас пугают, процесс продолжается, дети растут. Сейчас победители и призеры Уральского турнира готовятся к новому вызову – первенству России, которое состоится в Анапе с 19 по 25 апреля.